Центр научно-технического творчества Дети учатся здесь всему. Судомоделизм это просто общее увлечение. А так ребята учатся работать и с материалами, и со всем инструментом, какой только есть. Учатся работать по станках. У нас есть много инструмента красочные, у нас есть хорошие дети, все, сами делают. Ну ребята приходят самые разные, даже с первого класса занимаются. Многие занимаются уже и по 5 лет. В этом году у меня произошла смена поколений. То есть большая часть, к сожалению, выросли. Начали заниматься с репетиторами, уже перспективы на будущее. У них просто не хватает времени. Кто-то начинает уметь все, он и паяет, и работает с металлом, и работает на станках. То есть судомоделирование это не просто самоцель научить делать кораблик, а научиться работать инструментами и на оборудовании. Потом уже, когда у них какие-то приоритеты меняются, они могут сделать себе все, что угодно. Даже полочку, в конце концов. Электрику немножко, да. В небольшом количестве, конечно. Есть дети, которые приходят уже с младшего возраста, лучше меня разбираются, где плюс, где минус. Есть такие дети, приятно всегда вспомнить про их родителей, которые научили. Работа с аккумуляторами, с батарейками, моторчиками. То есть какой-то определенный узкий интервал мы изучаем, естественно. Ну, чисто практически. Я делаю траулер. И это моя вторая модель. То есть первая модель был спасатель. Это была одна из самых простых моделей. Это уже посложнее. То есть тут нужно работать со стеклотканью. Вначале я делал болванки. То есть собрал деревянную основу и натыкал туда пенопласта, зашпатлевал. Делал, как бы, корпус корабля. Ну и недавно, то есть вчера я корпус доделал и начал обкладывать корпус стеклотканью. Сейчас я буду уже стеклоткань до конца снимать, обрезать и потом выкладывать новый корпус из нее. Мне очень нравится. Я думаю, может, и следующий год ходить, и еще следующий. Ну, вообще, мне очень понравилось. Меня научили работать на станке где-то два года назад. Ух ты! А ты уже вообще профессионал? Ну, скажу, всего, да. Что ты умеешь на станке выточить на таком, на токарном? Ну, я могу выточить. Ну, почти все, что угодно. Ну, какие-то детали для своих моделей ты там тут точишь? Да. Это деревянные детали или металлические? Это кулацинные детали. Ну, не страшно тебе с ним обращаться? Иногда страшно. Кто тебе рассказал, показал, как это надо делать? Меня рассказал мой учитель Владимир Леонтьевич. Когда начерчил ребенок чертеж или делает какую-то модель, он даже не знает название. Потому что первоклассники, второклассники, третьеклассники, еще многие не знают, до что. Что они могут изготовить вот своими руками? Вот первоклассники, совсем маленькие дети. Все равно пошерлывают. Потому что они линейки, еще и ножницами, ножичками не могут пользоваться. Первый модель мы делаем самый простой планер, самую простую игрушку. Тоже пошерлывают. Я видела у вас самые роботы, какие-то собачки и машинки. Ну, все модельки, все по чуть-чуть. И все по возрастающей категории. По уровню сложности. Начиная с простых и заканчивая сложными. То есть учите их ножницами работать, склеем работать. С инструментами и даем звание, понятие, что, от чего какой инструмент ножен. Я видела у вас там на стенах очень много моделей. Это ребята делают и оставляют, да? Ну, которые оставляют, некоторые забирают домой. Модели действующие, которые действующие, они даже и бьются. Потом приносит, что нет. Бывает, модели даже улетают, их не находят. Вот у нас на соревнованиях улетело два планера. Бегали-бегали, так и не нашли, не дознаем. Сейчас у меня в руках находится летательная модель планера класса F3K. Данный класс моделей достаточно новый, в связи с чем он позволяет использовать все как простые легкодосудные материалы, так и материалы достаточно дорогого ценного сегмента. Такие, как карбон и прочие материалы, подобные ему. Непосредственно эта модель выполнена из пенопласта с использованием углепластиковых лонжеронов в качестве усиления консоли крыла. Также к особенностям этого класса относятся их относительная компактность, легкий вес и в некоторых моделях происходит изготовление, например, как в Эдфесе. Считаю, что модель получилась весьма удачной, даже несмотря на то, что при ее построении я допустил буквально несколько ошибок. Надеемся, вы почувствовали дружественную атмосферу, которая витает в классах, где обучаются ребята, и не упустите возможность привезти сюда и своего ребенка. Он будет занят делом, обязательно увлечется и получит знания, необходимые во взрослой жизни.